У 83-летнего мужчины, который скончался в КБСП, коронавирус подтвержден. На сегодняшний день зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в больнице 68 человек. За сутки поступило 14 пациентов, из них 11 человек с положительным тестом из региональной лаборатории. В реанимации находится 6 пациентов, у двоих из них региональная лаборатория подтвердила коронавирус. Всего в больнице из 11 пациентов с положительным COVID-19, два подтверждены референс-центром. На ИВЛ находится три пациента, двое из них с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, а выписались на сегодняшний день пять пациентов. Под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 669 человек, снято с наблюдения 889 жителей республики. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки подтверждено референс-центром 6 случаев заболевания. Двое из них находятся на лечении в стационаре и четверо на дому без клинических проявлений. Из 15 случаев, которые подтверждены на данный момент, это 12 те, которые находятся на самоизоляции под наблюдением дома. Двое находятся в больнице КБСП и один пациент, о том, о ком мы вчера говорили, это детальный исход. И вчера же пришла информация, подтверждающая референс-центра, что у него COVID-19. Из тех лиц наших граждан, которые находятся на самоизоляции, у кого это выявлено, у большей части это просто бессимптомно. И хочется поблагодарить этих людей за понимание, потому что у некоторых возникают, им должны возникать вопросы. Вроде я ничем не болен, у меня нет симптомов, а у меня почему-то подтвержден данный диагноз. И подтвержден он почему-то, потому что по контакту в одном случае, в другом случае, если он прибыл на нашу территорию из каких-то сопредельных государств или дальнего зарубежья, которые 100% должны быть обуслеваны. И потому возникают какие-то вопросы. Но нужно сказать и отдать должное этим людям, которые находятся на самоизоляции, у которых это подтверждено, потому что они с пониманием отнеслись к тем подписаниям, которые они получили. Прирост отмечается. Мы в динамике отмечаем, смотрим, анализируем. Это нехорошая тенденция. И если мы вот сейчас не прислушаемся и не будем выполнять режим самоизоляции, эта картина ухудшится и будет уже расти не 6, не 10, а может поперейти в десятки. И для кого-то это может быть и фатальным случаем. Я не пугаю, я просто говорю, как есть. Потому что по опыту и по практике, что происходит сейчас субъектов Российской Федерации и потому что у нас сейчас есть пациенты. Если кто-то не верит, я еще раз обращаюсь. Вы можете обратиться. Придите, пожалуйста. Мы вас устроим санитаром, если у вас нет образования. Пожалуйста, находитесь там, помогайте, и вы будете внутри в эпицентре и будете знать, чем занимаемся, есть ли такие пациенты, какое их состояние и насколько это опасно.